Если вы уже купили нож и на резиновый клеев посадили, и тогда оно уже будет весным. А почему вы этого не делаете сразу? А потому что вдруг человеку не понравится накладка, он захочет вместо дюралевых поставить резиновые или текстолитовые. То есть это хозяин, вы покупаете машину, вы сначала едете на этих обложений, мовилите двери, правильно? И потом уже ездите. Хотя может ездить и так. А резиновый клеен чем хорошо? Или покупаете машину, которую не нужно мовилить. Да, но эти ножи у меня стоят полторы тысячи, а если не нужно мовилить, через стеночку, там они стоят шесть с половиной. Ну да. А что вы в этом году предоставили того, чего у вас не было в прошлом году? Это керамбиты, ряд керамбитов. Вот керамбит интересный. За основу взят общий концепт топ-трекера, вот этого ножа, да, я решил вывернуть наизнанку. То есть вот этот элемент поставят на эту сторону, а тут, чтобы получился керамбит. Очень такой интересный боевой девайс. Вот, вот так он крутится, замечательно. Вот керамбит. Вот керамбит еще, так сказать, взрослый. Отличается от, скажем так, условно детских керамбитов. Российские керамбиты у них три пальца плюс один. Идет вот такой хват, да. Но украинские бойцы не очень их любят, потому что я считаю, что пальцы в отверстии, это зло, их можно выломать. И специально для украинских бойцов сделан вот такой нож 4 плюс один. То есть у нас идет полный хват прямой или обратный. И, возможно, сменный хват идет, видите. И в руке нож, видите, как сидит. Уже вполне можно им работать. То есть как традиционным ножевым боем, так и в керамбитном, если есть такая необходимость. Вот. И новые ножи у меня. Вот если раньше был укроп вот такой, то укроп украинский оперативный. Вот. С отверстием в виде гаечного ключа. Гардой для ломать проволоку. Это как открывачка, но тоже гарда, в принципе, она защищает нож при падении, да. Вот. Было пожелание добавить сюда навершие. Почему? Потому что в контакте, когда входишь, допустим, то сносишь сначала себе руку, потом включается нож, да. И был сделан специально новая версия. Блин. Прошу. А, да. Вот. Вот новая версия нож и проб. Видите, у него фигурирует вот такой здесь выступ, который позволяет нож вот таким вот образом, видите, держать в руке. Он прекрасно сидит в руке. Если в тактической перчатке, он вообще как приходит. Вот. Вот это устройство для ломать проволоку. Чем оно хорошо? Обычно штык-ножом, когда перекусываешь проволоку, у тебя две руки на штык-ноже. Да. Проволока натянута. Один конец улетает налево, один направо. Консервные банки зазвенели, вы сразу попали под раздачу. Ну, да. А тут аккуратненько вы проволочку сюда встали, пальцем нажали, обломали, согнули, в землю воткнули. Этот конец держите. Перехватили. Согнули, опять воткнули, в землю проползли. Все по-тихому, можно аккуратненько ломать. И присутствует отверстие для смены хвата, которое позволяет контролированно менять хват, что делает смену хвата вполне практичным, в отличие от ранее ножей, которые применялись. Вот, например, нож, это ремикс немецкого окопного ножа. У них такая выборочка есть для смены хвата. Видите, контроль смены хвата, вот под пальцем. А, ну, скажем так, его можно применять, но очень рискованно, потому что можно потерять нож. И поэтому смену хвата в бою не пользуют. Очень редко пользуются, считается, что это балет и не нужен. А вот с таким технологическим отверстием у вас получается полный контроль хвата. То есть он постоянно у вас на пальцах. И можно нормальный маневрировать. Видите, сразу получается обратный хват, прямой. То есть у вас получается в динамике все равно можно пользовать. То есть под любую нож рассчитан максимально удобный хват для эксплуатации. Безусловно. Чем он еще хорош? То, что у него есть общий изгиб ножа, который выводит его из категории холодное оружие. И это эргономично. Вот, например, обычный нож в царе, он у вас смотрит в небо, условно, да? Да. Чтобы не стекулись сюда, но его повернут. Нож таким образом, чтобы расслабить руку, и чтобы он оказался на одной оси с рукой. Но при этом происходит изгиб кисти. Это специальный навык. То есть вот это хват для нанесения колечных ударов. В этом ноже, видите, вы взяли нож в руку, расслаблено, да? И клинок уже на одной оси, из-за высокой формы, и клинок из-за одной оси он уже лег в нормальной руке. Действительно хорошо продумала? Да. То же самое при обратном хвате, когда вы держите нож, он смотрит у вас в землю, чтобы нанести какие-то удары. Нужно владеть специальными навыками, да? А этот нож, когда берете, он уже смотрит на противника у вас, видите? То есть можно работать, но с русским движом, то что у вас получается, как артер, оно уже совсем по-другому работает. То есть, и еще интересно. Вот в обычном ноже вам нужна специальная подготовка, чтобы работать киской, чтобы нанести порез раз, потом развернуть нож и оборез в другую сторону, потому что, как правило, режущий кромки с одной стороны. Этот нож работает на прямом возврате. То есть, допустим, если идет у вас прямой головы, да? Вы протянули вперед, протянули ножа. И что получается? Вы притягиваете вперед с упором в руку, нож сам разрезает, видите? А потом, когда тянете назад, он разрезает эту сторону. То есть, вместо того, чтобы высокопрофессионально работать кистью, так, как это делают профессионалы, да, вы работаете не только вперед, назад. То есть, боксорский движок, по сути дела, понимаете? То есть, получается, нож сложной геометрии компенсирует недостаток боевых навыков, боевой подготовки бойца. Поэтому и нож не является холодным оружием из-за своей вот такой общего изгиба по действующему законодательству. Вот такой вот интересный. Берут у нас спецподразделения вот эти ножи полноходом. Обывателям такие ножи не продают. Вот. И интересные штуки. Вот эта вот интересная штука. Я смотрел, что много функционалов. Вот у меня подразделения по поиску пилотов. Их, да и пилоты сами берут. Чем он хороший? Получается гибрид ножа. То есть, можно салатик покрошить реально. Видите? На столе, то есть, вполне можно работать. Зарезать амуницию удобно. Присутствует гаечный ключ, дальномер. Опять же, устройство ломать проволоку. В рукопашном плане очень, весьма применим этот изделие. По технике, допустим, как малая саперная лопатка. Обратным хватом. Как МСЛ, то есть, есть эти комплексы РБ1, РБ2. То есть, там все это, как работает с этим описано. И как топор, он вполне функциональный. Вот если сравнить, это дизайн одного из лучших топоров для кёрвинга. Кёрвинга – это тесатель. Ну, искусство теса. Это голландский топор. Ну, их дизайн, да? Вот 80% работы вы берете центральным хватом за середину. 10% вы строгаете, и 10% вы будете на отмашь, да? Вот я накладываю, видите? Тут контур совпал, и тут рукоят совпала. То есть, вот этот вот топор, несмотря на всю его странность, он вполне функционален. Именно как один из традиционных лучших топоров. Геометрия рассчитана до тончайших мелочей. То есть, все удобные упады, которые только там можно? Уплощены в любом устройстве. Это у меня такое хобби, я вот люблю применить. Дайте его потрогать, посмотреть, вот. Он действительно удобный. И причем центр тяжести, ну вот, центр тяжести, когда приходится. То есть, если вы удерживаете, вот. А если, сейчас, я могу разрешить, а если его взять вот таким вот хватом, то полное маневрирование в руке. Ну, так, как раз у вас получается, вы берете нож и вы его в центре тяжести, шарнир, и легко менять направление, то есть, в факте для рукопашного обоя условно, это очень, очень удобно. Очень, очень интересно, удобное решение. То есть, тоже полащирован именно для маневра. Аналогов на рынке такому изделию я не видел. Во всяком случае, я не знаю, существуют ли вообще аналоги? Аналоги, ну, за основу взяты кукри. Вот такие вот ножи. Они очень удобные, как мачете, ну, и, конечно, боевые аспекты у них есть. Но я считаю, этот более практичный, допустим, для леса, для и так далее, потому что им хотя бы можно покрошить капусту на столе. То есть, надо с собой детям отдельно иметь топор, нож, а можно просто иметь такую помощь. Еще пару топориков, вот этот хочу показать. Топорик очень интересный. В нем есть и топор, есть устройство ломать кровь, я его показывал уже, гаечный ключ, стамесочка, то есть, такой туристический топорик. Вот. Очень удобный, легкий. И я, мне очень нравились из дерева времен СССР. Если помните, были такие топорики с резиновыми рубежками, туристические. Но просто у меня настоящая по тем вещам. Я решил, я не мог его себе найти такой, я решил себе сделать. И буду сейчас делать их как бизнес. Тут будут резиновые накладочки. Вот такой вот топорик. В данном случае это концепт? Это концепт, но это уже ремикс СССРовского старого туристического топора. А в руке так сидит хорошо, он такой весь. Понимаете, он уже отработан не веками, но годами туристы им пользовались, были в восторге. Их сейчас на рынке нету, вот все китайские сети-то непонятные, а вот мы решили сделать вот такие украинские топоры. И чувствуется, что берешь в руке, вот маешь вещь. Классика жанра, да. Да. Очень интересно. Вот интересный продукт кошка. Еще хочу показать. Кошка штурмовая. Значит, ну, когда навинтил эти крюки, можно за вереволочку кидать и подтянуть раненого, потому что не поранив его хупы относительно шипы. Понимаете, тоже можно раненого подтянуть. Если нужно снять растяжки, то шипы полностью снимаются, полностью снимаются и прячутся внутрь, как в контейнере. Контейнер герметический, видите, сюда шипы спрятали, закрутили, да. И лежа на спине кидается эта штука, и на 8 метров вы можете подтянуть, и оно под своим весом снимется с этой растяжки, и нигде не санкерейцы не засепятся, потому что нет выступающих частей. Вот. Кстати, хотел спросить, у вас интересный... Еще одна, прошу прощения. Еще один нюанс. Это же вещь можно собрать или как кортик в боевом исполнении, или как щуп для разминирования. То есть, вот вы берете и себе разминируете, или вот этим концом надели на какой-то деревянный стержень, и у вас получается щуп для разминирования. То есть, вот такая штурмовая... Многофункциональная, вот что там. Пожалуйста, вы хотели спросить. Я у вас хотел спросить про вот эти вот изделия. Я вижу 1, 2 и 3. Это похоже на мультифункциональные карабины, но... Именно так. Это развесы на систему молли. То есть, вот допустим, вот этот длинный вы надеваете на ремень, сюда можно карабинчиком что-то повесить, а сюда уже можно повесить нож, ножный, или то, что у вас на развесе. Это развес на систему молли. Сейчас, блин, а цена вот такого вот девайса... Ну, как бы я его дарю в подарок. Вместе кто покупает хорошее нож, то он уйдет в подарок. Потому что, брать за это деньги, 50 гривен. Импортные такие стоят, допустим, 200 гривен. Я больше 50. Я хочу у вас сейчас купить вот такую вот. Да, вот сколько дадите, сколько пускай будет. Сейчас, да. Вообще, в принципе, подарок. Потому что это спасательный топор, который бы нашим пригодился. За основу взят кукрик, нож в Великобритании. Вот он, видите, он, по сути дела, его наложил, оно почти совпало, да? То есть, с одной стороны, дизайн кукри и по рукояти, и по всем, а с другой стороны, натовский МЧС-овский топор. Это натовский баллонный ключ, ломать проволоку, кирка. Наш баллонный ключ. И, кстати, да, видно топорик. Вот если вот так вот провести линию, то есть видно визуально, что топор с ломиком. Ну, да. Безусловно, вот видите, вот я приложил к топору, да? И вот, фактически, у нас идет западение общего контура. То есть, он работает как топор. И топор, и как топор, и как кирка. То есть, вот такой вот инструмент. И замечательные ножны к нему, этот кожаный, такие как револьверы, он уже получается. Видите, это наш логотип, Ник-Найк. Вот, в принципе, наши продукты. Какие вы стали использовать его ножом? Значит, а, да. Хотелось бы идти на консервную модель будет? Это одна из первых моделей. Раньше, когда нельзя было делать кукри, на холодноморозе, то я сделал вот такой вот прибор, сейчас сделают его на заводе. Потом прийти домой, болгарочкой отрезать и получить кукри. Это была такая хитрость. Но потом оказалось, что он очень практичный. Вот это у нас получается с этой стороны пукри, да. Вот тут у нас сучка рук получается, дальномер, крючок, пила. Тут топор. И, в общем, такая выживальческая штука. Вокруг палатки делать вот эти... Как это, кирка. Глоб делать вокруг палатки. То есть, интересно, такая туристическая... Очень хорошая. Реально практично ее пользовать. Вы же не будете вот таким боевым пукрин, например, вокруг палатки делать кровь. Понимаете? Жаба дали. А тут этим ключочком как раз можно хорошо подрубать. Какие стали? Значит, мы применяем два вида стали. Основной это 60С2А. Букавка А означает повышенное требование к стали. Не ловят рессоры для тепловлифия. Это ружинная рессорная сталь высокого качества. И более бюджетная 65Г. Брессора. Рессор. Ну, сколько можно достойная сталь. Единственные недостатки, главное, корректируют. Поэтому у нас все ножи покрыты воронением химическое оксидирование. Такой же, как на пистолете Макарова. Вот. И требуют ухода минимально протереть маслом. То есть, сделал дело, вымытил. Класс. Сажусь таким ножом. Это один из основных моих ножей. Один самый первый. Называется Mucker. Максим Утилити Кнай. Это аббревиатура. Вот. В принципе, он похож. Это обычный кухонник. Видите, можно на столе обычно работать, резать колбаску, мясо, рыбу. Видите? Значит, построен он как японский кухонный нож, стамеска, односторонняя заточка. Вот. С этой стороны он похож на танто. Видя, как клинок, классический танто. А с этой стороны он построен как НДК-17 нож диверсионной кочергина. То есть, угол наклона режущей кромки 20 градусов по си клинку. Да, 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 да. Вот интересный такой нож. Вот это не только пиво открывать, это гарда. То есть, если у вас гарды нету, да, то если вы поставили блок, палец упал, да. Тут у нас палец не упал, кауза защищена. Можно хотелочек поднять с костра. Очень удобно, туристически. Если надо аккуратно что-то построгать, через палец взяли, аккуратненько построгали тонко. Или сняли шкуру, как скинер вот этой стороной. То есть, можно работать. При кинжальном ударе у вас рука защищена. Видите? Можно хорошо носить кинжальные удары. Но, тем не менее, вот этот фрагмент не является боевым упором по нашему законодательству. Потому что сюда выходит режущая кромка. Вот. Отверстие для контроля смены хвата. Я вам уже покажу, как оно работает. Видите? Вот у нас получается обратный хват. Вот у нас получается тычковый хват. И вот у нас получается прямой хват. То есть, вот оно в динамике как работает. И есть отверстие вот это керамбитное, которое сюда добавлено. То есть, и можно делать захваты. Видите? Оно не острое здесь. То есть, можно досылать. Потому что, если нужно, допустим, это... Насылаете, и рука у вас не номинается, да? И он работает как керамбит. То есть, допустим, вот так вот. Вы считаете, что для вас безопасно это расстояние. Я вас не достану, да? А я могу сделать вот такой финт. И все. Ножом можно работать как лучаками, фактически, да? И у меня на дистанции. Да. И разрывать дистанцию. Это неожиданно для противника. Вот такой вот ножичек. И он не является холодным оружием по причине прогиба клинка. Больше 15 мм. Скрою носа 70 градусов. И отсутствие боевого угла. И вот такой вот интересный. Вносится вот здесь. Рукояткой вниз, что позволяет... Не мешает при беге. Видите? Когда садишься, он тоже не мешает. И можно достать его как с левой руки вы работаете в боевую, так и с правой руки вы нормально работаете. То есть универсальный хват. Сейчас правой, сейчас левой руки без разницы. Без разницы. Без разницы. И рукоят сделан удобно под любые перехваты. То есть видите, любую манипуляцию с ногом я делаю. То есть прекрасно сидит. Еще преимущество такое, когда обычно ножом, допустим, вы входите в контакт, сносите себе руку, да? Потом включается нож. В этом ноже у вас рука защищена. Видите? Удар приходится на это. Включается нож, рука защищена. То есть вы можете работать. Сразу падать, допустим, на упор лежа, а сжиматься рука будет опять защищена. И преимущество боевое применение. Вот если вы наложили один нож на другой, это классический хороший, да? Вот я их взял, да? То вы видите, что минимум 6 сантиметров у вас режущая кромка ближе к цели. То есть если вы работаете на контакт, то 6 сантиметров у вас приближается к человеку. Да. Ну не обязательно к человеку, а можно по покрышке работать. Это вырежется точно. Да. Я случайно лял бы упор. Я считаю, вот с этого ножа начался мой вот этот бизнес. Я считаю, что это одна из удачных моделей. Вот такая вот универсальная. Я считаю, что он для меня трим-то. Ответ на свашки. Он tattoos работу. Ой. Я считаю, что у killer орехики было Destroy me. Я считаю, что я не могу hacer килограммы для себя.